Добрый ранний, Беларусь, доброе утро, страна, мы продолжаем просыпаться все вместе. Анна Квилорио, Марианна Муренкова, я спешу напомнить, что сегодня среда, что сегодня 3 января, и хотелось бы вам сказать С Новым Годом! Мы готовились, как вы понимаете. Но мы не одни в этой студии. И есть еще человек, который тоже наверняка хочет сказать ту же самую фразу С Новым Годом. Это Маша Хрусталева, наша прекрасная коллега, со своей подборкой Дай перца. Доброе утро. Доброе утро и С Новым Годом! И действительно, 2024 год только начался, а в мире медиа уже произошло очень много всего интересного. Предлагаю узнать о самых перченых новостях последних дней. Премьера новогоднего фильма «Один дома» состоялась еще в 1990 году, но вопросы к создателям картины не заканчиваются. Так, например, некоторые по-прежнему не понимают, кем же работали родители Кевина, а главное, откуда у них было целое состояние. Аналитическое издание подсчитало, что дом, в котором жила семья Макалистеров, находился в одном из самых престижных районов Чикаго. Художница по декорациям кинокартины рассказала, что дом семьи специально обставляли так, чтобы он выглядел нарядно, но при этом по-настоящему дорогим интерьер сделать не пытались. А ведь профессии родителей Кевина в фильме не озвучиваются. Вот в сети полагают, что мама Кейт может быть модельером, потому что мы не раз видели в доме манекены, а папа Питер бизнесменом. Ну а еще в интернете есть теория, что Питер может быть и участником преступной организации. Пользователи допускают, что воры решают ограбить именно его дом из-за действий героя в прошлом. Вот такая теория по поводу новогодней сказки. А может быть и не стоит искать каких-то таких криминальных подробностей в ней? Я тоже думаю, что не стоит. Хороший новогодний фильм, не надо ничего додумывать. Не знаю, наконец-то кто-то поднял этот вопрос, потому что я с детства задумывалась. Такой красивый дом. Мы тоже пересматривали в Новый год эту картину. Я думаю, какие красивые интерьеры, все в цвете Марсала. Оттуда деньги? Красный и зеленый. Это, кстати, первый вопрос, который меня тоже озадачивал всегда. Почему все так украшено, что весь дом в рождественских цветах? Красный и зеленый. Цвета белорусского флага, кстати, между прочим. А второй вопрос, это как, мало того, что человек имеет такой потрясающий дом, прекрасный, не будем завидовать, каждый зарабатывает столько, сколько может. Это они сейчас про себя. Не будем завидовать. Но как он еще может на Новый год, украсив так потрясающий свой дом, такая иллюминация, отвезти всю семью из Америки в Европу и обратно? Да. А мне кажется, еще есть другой логичный вопрос. Немножечко как-то слишком расслаблено себя, возможно, эти родители вели, потому что постоянно Кевин то где-то, то не на тот самолет, то его забудут, то его потеряют. Вот здесь больше вопрос, а кем вообще они работают, что они так заняты? Это тема, мы должны пригласить психолога и разбирать это социальные службы. И социальные службы. Абьюз в семье Кевина, да, потому что мальчика абьюзит по полной программе, неудивительно, что он хотел остаться в доме один, и это было основное его желание. А у меня другой вопрос, откуда у Кевина деньги, когда он пошел в магазин? Наличные. Он карточку взял, ты забыла? Нет, там были наличные. А, он же разбил копилку брата, ты забыла. А, да, все, все, вопрос снят. Один вопрос снят. И такой режиссер фильма «Один дома» такой, господи, такого анализа я точно не ожидала. Как всегда, режиссеры говорят, не задавайте вопросов, на которые режиссер сам не знает ответы. Возможно, сказка просто должна оставаться сказкой. Сколько времени мы посвятили «Один дома». Поехали дальше. А вот самым популярным российским сериалом прошлого года признали слово «пацана». И даже если вы его не смотрели, то наверняка о нем слышали. Драма о 90-х стала лидером по просмотрам у молодой аудитории. По данным социальных опросов, его посмотрели более 50% подростков. А образы героев стали настолько популярными, что некоторые дизайнеры выпустили коллекцию одежды по мотивам сериала. Так что теперь пальто с воротом из меха, спортивные костюмы с тремя полосками и вязаные шапки с узорами снова в воде. Наверное, самое время заехать на дачу и найти такие трендовые вещи конца прошлого века. И у вас в вашем гардеробе. Да, Маша, да. У Ани такая шапка есть, она ходила в школу. У нас у каждого есть такой шкаф на даче, в который свозилось все то, что уже, так сказать, отжило свое. И там наверняка можно найти шапку такую вот. И такой шар был у одного из главных героев, у Маратика, как у моего папы. Ну что, новый тренд 2024-го получается? Это новый тренд. А я хотела еще добавить в эту копилку слово пацана, что не только сам фильм, герои, актеры стали там самыми узнаваемыми вообще. Еще и трек ПЛА «Айгул» очень красивый. То есть он был написан три года назад и только сейчас выстрелил, что он занимает первое место в мировых чартах. Так, Марьяна, тогда рассказывай нам, ты как фанат сериала, что нужно сначала? Я не фанат сериала, но я оценила работу Жоры Крыжовникова. На самом деле, ну, большая социальная программа была против этого фильма, да, но заканчивается это все как, что погибают там люди, либо остаются на обочине. То есть надо вести хороший образ жизни, мирный, правильно. Надеемся, что это был не спойлер для тех, кто еще... Нет, это все равно нужно смотреть. Вот, поэтому будем смотреть, и непонятно. Сначала смотрим, потом тогда едем на дачу за вещами или определяемся как-то по ходу. За вещами. Я боюсь, у меня таких вещей не сохранилось. Мария, у тебя и подавно, ты 97-й год рождения. Только по Анькиным рассказам ты можешь знать, что такая шапка существует. Маша, добро пожаловать в клуб тех, кто теперь хвастается своим возрастом в эфире. Ну, когда сильно захочешь, можно и в секонд-хенде что-нибудь найти. Мне кажется, так. Ну, что же, идем к следующей новости. Британский сериал «Корона» вернул моду на собак породы корги. Долгое время корги считались собаками пожилых людей, представителей высшего класса. В первую очередь, потому что их главным покровителем всегда была королева Елизавета II. Молодые люди не слишком интересовались этой породой, поэтому заводчики перестали их разводить. И в 2009 году корги вообще находились под угрозой исчезновения. Но теперь ситуация значительно изменилась. Специалисты утверждают, что после выхода короны количество заявок на покупку корги увеличилось на 30%. А фанаты сериала даже просили признать собак из короны лучшими актерами года. А вот кто-то даже и не поленился посчитать, сколько их было в сериале. Итог, 30 корги появляются на экране. А у самой королевы, которая разводит корги с детства, в какой-то момент их было сразу 14. Но с возрастом королева перестала оставлять у себя столько щенков. Ну что, это лучшие актеры года? Это милейшие актеры года. На самом деле, я хочу сказать, порода чудесная, очень добрые собаки, они в меру активные. И вот не знаю, многие говорят, что вот они какие-то немножко странные, но в этом же их и прелесть, что да, они такие вот чудесные, огромные уши, короткие лапки, но в этом есть что-то такое особое. А вы корону смотрела? Да. Меня умилил тот факт, что их было 14. Пускай у каждого актера будет столько дублеров, как и у собак-корги, которые дублируют сами себя. Прекрасно. Маша, это что, все, Маш? Это все на сегодня. А мы хотели бы еще? Только начался год, Анна Валерьевна. А еще больше будет на следующей неделе в среду, обещаю. Договорились, Маша, договорились. Это была Маша Хрусталева и ее постоянная рубрика «По средам дай перца».